Такие разные картинки, я прям, честно говоря, растерялась, какую выбрать. То, что я осталась сегодня в 4 утра, меня это радует, что я проснулась сама и начала делать какие-то уже дела. Девочки, пока до садика дошла, хорошо, что я водичку с собой взяла. Всё, в горле пересохло. Котоваясь я с этими цифрами. Цифры я не могу разглядеть, мне приходится рисовать вот так вот в очках, вот так вот с лупой. Как будто так и надо, как будто прямо, как будто так и надо. Всем доброе утро, девочки мои. Я иду в магазин за продуктами. 10 часов утра, на улице уже такая жара. Я хочу заодно посмотреть расписание вообще наших магазинов, потому что я иду не только за продуктами, я хочу забежать ещё в Универмаг посмотреть что-то, Фикс Прайс, другие магазины, они все открываются в разное время, поэтому я, чтобы уже зря не ходить, выхожу обычно так, ближе к 10 часам. Но я думаю, что если они будут открываться все пораньше, я посмотрю, то я бы вообще такая в 8 утра бы уже, вот летнюю жару такую выходила бы, когда ещё не жарко, чтобы быстренько, в прохладе ещё всё прикупить, что нужно, и потом идти домой. Сейчас я иду по тенёчку и выхожу на солнышко. И быстро-быстро, мелкими перебежками сейчас забегу в магазин. Хорошо, что у нас тут тенёк, пока что. Вот немножечко тут я сейчас пройду. Вечером, когда идём из садика, здесь солнце, сейчас тень. Так, меня интересует расписание. Магазин. Универмаг работает с 9 до 8. Без выходных и перерыва. Зайду туда сейчас. Девочки, зашла я вот сюда, в этот универмаг. Посмотрела, тут игрушки есть, но вот такое, то, что я ищу для творчества, тут нету ничего подобного. Пойду дальше. Так, смотрим расписание. Магнит работает с 8 до 10, а вот магнит-косметик работает с полдесятого. Вот, надо знать. Вот, а фикс-прайс работает с 9 до 9. Вот теперь я буду знать. Это хорошо. Девочки, зашла я в фикс-прайс, нашла я вот эти вот картины по номерам, но они тут лежат разные. Стоят они все 249 рублей. Я сейчас какую-нибудь картинку выберу себе на пробу и попробую порисовать картинку, потому что я уже алмазные вышивки здесь все сделала и мне уже как бы здесь нет. Пока в ближайших магазинах ничего нету, но будем выбирать из того, что есть. Девочки, пересмотрела я картинки. Ну, вот тут пейзажи всякие, а вот тут разная хохлома. Девочки, нашла я еще картину, ну так, поменьше немножечко размером. Тут такие разные картинки. Я прям, честно говоря, растерялась, какую выбрать. И они более красочные. Мне нравится, когда есть разные такие краски, расцветочки. Здесь вот и пейзажи по городам. Вот это вроде красиво, разноцветное. Но только снег. Ну, снег это печально. Хочется какую-то, может быть, природу. Может быть, эту выбрать. Сейчас я буду выбирать. Цветочные улицы. А вот собачка тоже неплохо, да, с цветочками. Во, какие разные картинки вообще. Все разные, абсолютно все разные. Девочки, алмазиков новеньких не завезли. Тут есть то, что я уже сделала. А вот смотрите пазлы. Пазл 500 элементов. Стоит 99 рублей. Картинка 48 на 33. И тут разные есть вот такие пейзажи. Нарисовано что-то. А вот мне понравилось. Стоит 199 рублей. Ну, это с 12 лет. И вот такие красивые пазлы. Смотрите, какая милота. Здесь картинка побольше. 67 на 48. Долго собирать. В общем, тут разные такие вот есть картиночки. Симпатичные. Складной друшлаг, девочки, 77 рублей. Вот он вот такой плоский. Ну, это если кому в ящик положить, будет мало места занимать. Вот такой. Оп. Оп. Вот такой становится. Глубокий. Нормально. Девочки, столько солнечных шляпочек для пляжа вообще. Кстати, на море кто собирается? В фикс прайсе 249 стоит. А на море это будет, мне кажется, стоить дороже. А я недавно подумала, может мне с зонтиком вообще на солнце выходить? Вот интересно взять шляпку такую. Ну, я, конечно, буду здесь смешно выглядеть. На море нормально, а вот здесь смешно буду выглядеть в шляпке. Сейчас померяю. Выгляжу, конечно, смешно. Но с другой стороны от солнца бы это защищало бы здорово. Но я не буду брать. А вот такая шляпка стоит 99 рублей. На море бы смотрелось бы неплохо, да? Не знаю. Но я никуда не собираюсь. Я бы все ладно. Девочки, зашла в пятерочку. Я смотрю, нектарины по 159-160. Они такие прям уже вот спеленькие. Взяла, короче, чуть-чуть. Что меня удивило, тут черешня вроде неплохая. Правда, ее мало. 149,99. Выгодно. Выгодная цена. Девочки, называется, за хлебом зашла. Уже понабирала все. Всякая всячина, вкуснятина. Дома покажу. Ну что, девочки, я пришла домой, притащила опять полные сумки. Сейчас я вам хочу показать, что я там прикупила. Купила я картину. Фикс прайс покажу. Сейчас какая. Пойдемте посмотрим. Вообще, вот эти картинки, я их просто позже увидела. Они там разные-разные есть. Но я вам показала. Ну, я смотрю, вот здесь, конечно, поярче, чем там лежат. Ну, таких вот не было. В общем, из всех картинок я выбрала вот этот пейзаж. Мне захотелось природу, не брать никакие дома, а вот взять какую-то природу. И чтобы были разные краски. То есть, вот я вижу мои любимые цвета. Синий, голубой, желтый. Вот небо, горы. Ну, зелень, конечно, темная. Но, тем не менее, просто разнообразие цветов мне приглянулось. Приглянулось. Сейчас посмотрим, что внутри. Так, ну, здесь на картинке, здесь на картонке, вернее, на коробке инструкция, как это все делать. Я еще, честно говоря, ни разу этого не делала. Буду делать первый раз. Здесь есть кисточка. Здесь есть лак. Для чего лак, я прочту, потом узнаю. И вот они, краски по номерам, разные цвета. Что мне нравится здесь, что здесь картина, она не на картонке, а на холсте. Видите, здесь рамка. И на ней прибито вот это все. В общем, это даже интересно тем, что, может быть, и не придется мне покупать рамку, а просто так можно будет картину эту повесить на стену, прям вот на этой рамке. Интересно. Ну, и вспомогательная картинка. Я так предполагаю, что здесь просто более четко все это видно. Это чтобы можно было разглядеть. Да, вот такая картинка, если бы была в пазлах, которые я собирала, было бы мне легче. Я ориентировалась на маленькую картинку, которая на коробке. И мне было трудно разглядеть. Так, ну все, девочки. Вот этим я займусь, когда у меня будет свободное время. Так, ну а сейчас покажу, что я взяла в пятерочке, девочки. Вот это я взяла для себя новое. Рыба хе, по-корейски написано. Я не знаю, может быть, она острая. Я думала взять какую-нибудь рыбку, маленькую баночку, так, чтобы вот картошечку отварить и покушать. Ну, любопытно, попробую, скажу вам. Вот это я взяла впервые тоже. Блины с курицей и грибами. Это блины не замороженные. Они вот уже готовые к употреблению. И мне просто интересно тоже попробовать. Блинчики тоненькие, я вижу, хорошенькие. Иногда я беру антартик криль, балуюсь. Ну, этот раз сливочно-чесночный. Взяла крем-паста. Ну, иной раз вот хочется на хлебушек что-то намазать. Ну, и взяла опять вот эти пироженки. Нам с Настей они нравятся. С ванильным соусом и шоколадным соусом. Вот подождут, Настя придет, будем кушать вместе. Родионовские люблю сосиски больше всего. Ну, тоже удобно. Раз-раз покушала все. Девочки, не удержалась, я взяла еще раз вот этот компот из вишни. Во-первых, он очень-очень вкусный. И мне нужна стеклянная бутылка литровая. Когда я буду варить свой компот, вот теперь у меня будет вторая литровая стеклянная бутылка. В ней лучше всего будет сохраняться, лучше чем в пластике, будет сохраняться компот. По 150 рублей в пятерочке черешня. Вроде неплохая, девчата. Я так посмотрела, выглядит она приличненько, хорошенькая такая. Ну, и взяла еще нефтаринов, они такие спеленькие, мягкие, хорошие. Ну, как всегда, батон отрубной. Что еще взяла в ларьке? Ну, в ларьке, девочки, я набрала кабачков 50 рублей килограмм, поэтому взяла побольше. Хочу сделать кабачковую икру. Но я туда добавляю всегда немножко баклажан, чтобы был немножечко такой пикантный вкус. Помидоры взяла самые дешевые, по 100 рублей. Вот эти вот дешевле не было. И парочку болгарских перцев. У меня еще мороженое есть, по 120 перец, 120 килограмм стоит. Ну, вот и все, в общем, что я купила. Девочки, решила я попробовать вот эти блины с курицей и грибами. Здесь их 4 штуки. Два оставила, два я разогрела. Ну, блин сам по себе тоненький такой. Вот он горячий еще. Ну, вот где-то ложка тут начинки. Ну, я это хочу поесть со сметанкой. У меня есть сметанка. Как же блинчики без сметанки? Сейчас попробую, скажу вам. Вы знаете, я одна, и вот блины почему не делаю? Потому что я не могу их делать мало. Например, мне захотелось покушать там 2-3 штучки, да? Когда они полежат, они уже невкусные становятся. Поэтому я не развожу блины на 2-3 штучки. Зачем мне это надо? Да и потом сковорода у меня чугунная я отдала сыну. А вообще, кроме чугунной на других сковородках, я это делать как-то не очень-то. Будет пригорать, наверное. Девочки, блинчики я один уже съела. Мне очень понравилось. В общем-то, я не пожалела, что взяла. Я даже не ждала, что будет вкусно. Начинка чуть-чуть суховатая. Но когда побольше сметанки, будет нормально. Сейчас съем вторую. Всем доброе утро, девочки мои. Я вчера не стала уже ничего снимать, потому что жара меня вообще разморила. Вот я пока сходила в магазин, пришла и тут чуть-чуть-чуть подвигалась. И уже чувствую, что прям какая-то, знаете, усталость, ощущение усталости. Вот эта жара, как говорят, вареная. Вот точно так же и я. Я прилегла и уснула днем. Уже вечером проснулась, картошечку сварила. Кстати, попробовала рыбку, вот эту корейскую. Очень вкусная рыбка. Там такой соус кисло-сладкий, знаете. Ну, вот корейское, но все в их вкусе. Понравилась рыбка. Можно такую еще даже взять как-нибудь. Маленькая порция там. Ну, можно даже ее за раз съесть. Но я, напомню, на два раза ее разделила. Немножко поела. В общем, короче говоря, решила я сегодня проснуться пораньше. Вчера я, в общем-то, и выспалась. Рано уснула. И рано сегодня, в 4 часа проснулась. Смонтировала уже видео. Сейчас по 8 часов утра. И я уже готова сделать икру. Пока еще солнце сильно не поднялось. Пока жара еще не поднялась. Жара сегодня 35 градусов будет в тени. Я представляю, что на солнце будет очень жарко. И мне сегодня нужно будет Настю забрать в садик. Отвезти на тренировку. И я, как представлю, по этой жаре нужно будет идти в садик. Это будет еще, ну, еще не такой прям вечер. В 5 часов надо будет идти в садик к 5. И, в общем, короче говоря, я уже, знаете, думаю, сходить, наверное, нужно мне в фикс прайс. Вот те шляпки, которые я примеряла, я уже думаю взять себе какую-то шляпочку. Не знаю, светлую хочется. И с полями, с широкими. Ну, не идти же с зонтиком. Зонтика, кстати, от солнца у меня нету. От дождя, ну, просто он будет не к месту. Да и в руках нести зонтик не хочется. И я прям, честно говоря, вот уже подумываю, зайти, может быть, какую-нибудь шляпку примерить. Может быть, более-менее будет не очень смешно нам не смотреться. Но как бы оно ни было, прятаться от солнца, я не знаю. Потому что есть такие места, где нету тени. Я стараюсь тень выбирать. Но где нету тени, по солнцу приходится идти. И, конечно, солнце пек, это будет ужас, что. Ну, посмотрим. Может быть, пойду и куплю такую шляпку. А сейчас я хочу, пока еще не жарко, быстренько пожарить икру кабачковую. И сейчас я начну ее уже нарезать. В общем-то, в икру я туда положу кабачки. Я возьму сотейник большой, потому что икра ужаривается в половину, останется ее меньше. При том, что я ее с удовольствием могу есть и утром, и днем, и вечером, в любое время суток. Вот, сделаю побольше, сколько в сотейник поменьше. Поместится, возьму туда кабачки, баклажаны, помидор, лук, болгарский перец. Ну, практически и все. Может быть, зелени немножко добавлю в конце. И все. Ну что, давайте, девочки, начнем уже быстренько резать. Все, девочки, приготовила я кабачки. Помыла уже, почистила баклажан. Перчик положу я один свежий. И еще мне замороженный перец есть, надо его уже израсходовать. Ну и большой-большой помидор делим. Две луковички я уже порезала. И на среднем огне будем это все жарить. У меня тут уже плита включена. Решила испробовать я новую дощечку. Она гладенькая. У нее, знаете, такая поверхность, как софт-тач. Вот такая. Ну, может быть, это будет даже интереснее. Так, ну, лук я закинула. Надо это дело все помешивать. Сейчас я возьму лопаточку. Я не стала сразу уже сильно делать мощность. Делала так, среднюю, на двоечку поставила. Пускай. Потихонечку, пока я все это нарежу, я решила следом нарезать помидорчик. Потому что пускай это все будет выкипать. Потому что много сока очень в кабачках, в помидорах. И все это должно выкипать еще постепенно. Поэтому вот так вот потихоньку буду все это нарезать пока. Докидывать. И будет оно долго еще готовиться. Я добавила немного мощности, потому что лук должен обжариться хорошо. И я туда еще сразу положу помидорчики. Чтобы это все быстренько выкипало. Лук немножечко обжарился. Добавим сюда помидорчик сразу. Пусть все это пока тушится, пока я нарежу овощи. Достала я, девочки, вот болгарский перец. У него замороженный остался чуть-чуть. Я его, в принципе, туда сейчас закину. Это можно уже положить. И пусть он так тоже обжаривается. Закончила я зимний перец. И у меня будет теперь свежий соленый перец. Так, ну а теперь быстренько нарежу все эти овощи кубиками и все это, как я это обычно делаю. Вообще, я вам хочу сказать, намного приятнее готовить утром рано, когда еще не жарко, когда свежо. Сейчас жара по всей стране. Я смотрела вчера новости. Всем сейчас жарко у всех. Аномальная такая жара даже. Где-то там порекомендовали, короче, день сопротивить до 4 часов. Я только не поняла где. Ну, видимо, плохо совсем с жарой с этой. Дай Бог нам ее пережить. Молодежь, конечно, переносит это все легче. Но людям пожилого возраста это уже гораздо тяжелее переносит все. Хорошо, что я встала пораньше. Я вообще вспомнила, что я всегда утром просыпалась рано. Именно летом, летом, хотелось бы сказать. Летом хорошо проснуться рано. Поделать с утра все дела. А потом уже днем, когда солнце будет высоко, лучше устроить себе тихий час и отдохнуть. Это гораздо лучше. То, что я встала сегодня в 4 утра, меня это радует, что я проснулась сама. Начала делать какие-то уже дела насущные, которые нужно сделать. Сейчас я возьму другую доску и попробую на другой доске порезать. Я хочу сравнить, на какой лучше. На этой не очень хорошо скользит, она как кабачки, как прилипают к доске. Это не очень хорошо. Попробую продолжить на другой доске. Вот эта доска, она чуть-чуть рифленая. На ней, может быть, не должно прилипать вообще кабачки. Сейчас посмотрим. Та доска, в общем, в целом неплохая. Но вот именно вот такие продукты, они прилипают. Это не очень поудобно. Здесь не прилипает. Здесь передвигается нормально. Двигается нормально. Хорошо. Вот это лучше доска прилипает. По крайней мере, для кабачков уж точно. Так, мы продолжим в том же духе. Ну вот, самые водянистые продукты я запросила в первую очередь. Для того, чтобы они потихоньку выкипали. Потому что выкипать им дольше нужно. А вот баклажаны, кстати говоря, не обязательно ложить в икру. Можно просто из кабачков сделать. Но я уже давно заметила, что баклажаны, они придают какой-то свой вкус, аромат. И с ними намного вкуснее получается. Поэтому, хоть баклажаны и дороже намного, они еще пока дорогие, дороговаты, да. Но, тем не менее, хоть чуть-чуть, хотя бы один положить. Просто для привкуса, хорошего, для вкуса, я обязательно кладу. Если баклажаны есть, то хоть один, но надо положить. Ничего я с ними не делаю, никак их не обрабатываю. Они сейчас пока молодые. Поэтому в них нету горечи никакой. Поэтому просто я их режу и все. Все, девочки, я баклажаны порезала. Сейчас перчик вот этот вот порежу. И, в общем-то, и все. И я не знаю, может быть, я даже не буду больше ничего добавлять. Сейчас посмотрим. И вот, все это теперь тушится долго. На среднем огне, чтобы оно так кипело. Не подгорало. И лавровый листик туда еще. И лавровый листик. Вот такой вот объем получился. Видите? Хотя сейчас на мощности у меня стоит на троечке. Кипит оно не сильно. Не подгорает, потому что там еще есть влага. Но потом попозже убавлю, когда выкипит уже вся эта влага. Влаги там достаточно. Так, ну все. Я на этом остановлюсь не буду. Можно было бы добавить сюда еще один кабачок. Но я думаю, не надо. Крышкой закрывать не нужно. Пускай все это выкипает. Посолю я это все в конце, попозже. Все, девочки. Я порезала зелень. Посолила, поперчила. Все это помешаю. Уже полчаса тушится все это. Оно уже уменьшилось в размерах. Еще чуть-чуть потушится. И все. Можно будет кушать. Вот я люблю икру именно в таком виде. Не перемолотую через мясорубку. Именно кусочками. Тогда она получается как-то повкуснее, поинтереснее. Все. Еще чуть-чуть потушится. И все. Можно будет кушать. Все, девочки. Икра у меня немножко подостыла. Я решила покушать. Ну, собственно, у меня это завтрак. Я сегодня на завтрак ничего не ела. И вот эти вот мясики. Это грудинка. Я вам уже показывала. Такая грудинка и такая разная. Покушаю. В общем-то, овощи с мясом. То, что нужно. Вышла я, девочки, из дома. Иду за Настей на тренировку. У меня дома работает сплит. Дома оазис. 25 градусов. У меня даже ноги замерзли. А на улице 35 в тени. Как в сауне. Даже дышать трудно. Фух. И тенечка нет. Хочу по тенечку пойти. Что там пойдешь, там нет тенечка. Что тут нет тенечка. Я думала сегодня сходить купить шляпку. Потом подумала. Думаю, ну ладно, я могла бы тут до садика и обратно прогуляться бы в шляпке. Но сейчас нам надо будет с Настей в автобус садиться. На тренировку идти. Я что-то так подумала, что это как-то немножко нелепо я буду выглядеть. В общем, решила пока повременить. Еще подумаю. Брать или не брать. Солнце сейчас, оно невысоко. Я думаю, макушку мне не успеет так напечь, чтобы стильно. Сейчас тут пройдусь. А дальше уже пойду под деревьями. Ой, вообще кошмар. Жалуюсь вам на жару. Хотя у вас у всех там такая же жара. Сейчас по всей европейской части России жара. Я новости смотрела. И даже на севере, где обычно прохладно, там тоже за 30 бедные люди. Привыкли к холоду. А им приходится сейчас таять. Просто таять на солнце. Да, ноги не выдерживают. Прям солнечный удар получают. Из дома лучше не выходить без надобности. Я так считаю. Так, ну все, сейчас ныряю под деревья. Все, занырнула, девочки, я под деревья. Сейчас пойду под деревьями. Что я сегодня делала? Вот я приготовила икру, покушала. Потом видео свое доделала, заказ. Сделала. Проверила видео, опубликовала его. В общем, много времени на это все уходит. На заказ у меня тоже часа два ушло. В общем, короче, вот так вот. Потом посмотрела ролики уже. Думаю, надо хоть отдохнуть мозгам чуть-чуть дать. А то мозги закипают. Посмотрела ролики. И Дочкин блоги. В блоге Дочкины посмотрела. Девчонок там. В общем, короче говоря, даже фильм никакой не включила. Думаю, надо же девчат пересмотреть, быть в курсе вообще всяких дел, событий, что к чему. У кого что. Вот так. Ну, а сейчас Настю на тренировку отведу. Приду домой, выдохну. И тогда можно будет какой-нибудь фильм запустить. Вообще, я подумываю уже о том, что мне, наверное, надо взять какой-то выходной. Потому что сейчас, честно говоря, очень тяжело видео выпускать через день. Жара тоже, она как-то каким-то образом влияет на самочувствие. В общем, такая вот какая-то, знаете, ялость, ленивость. Я не знаю, как передать это состояние. Но, в общем, состояние такое не очень-то хорошее. Я думаю, что, наверное, надо сделать выходной какой-то. Ну, не выпущу я через день видео. Через два выпущу, например. Один день чисто. Просто вот, не знаю, дать мозгам отдохнуть. Всецело отдохнуть. В конце концов, начать, может быть, даже картинку эту писать, которую я купила. Картинка по номерам. Купила, я еще к ней не приступала. У меня до нее руки не доходят. Хочется и этим делом тоже заняться. В общем, короче говоря. Ну, вообще, вот эта жара, я даже вспомнила предыдущее лето. Тоже в такой период, когда было очень сильно жарко. Мне трудно было и видео снимать. В общем, такое состояние, какое-то нестояние. И снимать трудно, и монтировать. Все это как-то тяжело дается. В итоге начинаешь понимать, что и отдыхать даже некогда как-то. Просто все как-то труднее дается. Поэтому я думаю, что можно сделать себе какие-то там выходные, перерывчик, набраться сил. И тогда потом уже все будет хорошо. Так, ну все, сейчас я опять выскочу на солнышко. Увидимся позже. Всем привет! Куда идем? На тренировку. Настя уже сразу в спортивном костюме. С прогулки забрала. Все, идем на тренировку. Девочки, пока до садика дошла, хорошо, что я водичку с собой взяла. Все, в горле пересохло. Надо прям вообще воду все время с собой брать. Из дома выходить, не забывать за водичку. Все, мы сейчас съедем в тренировочку. Девочки сели с Настей в автобус. Такая духота. Я уже вся на нем оттекаю. Мы вообще где-то пошли. Скорее бы уже приехать. Она, конечно, стоит оттуда долго. Ждем, не знаю, пока она состоится. Ну, у нас время есть. Меня поздно, конечно. Мы хочется уже быстрее сойти в помещение, в свою систему. Лучше там подождать лишнее. Там будет лучше. Настя говорит, они там в садике, в бассейне плавали. Два раза, да, Настя? И утром плавали, и сейчас плавали. Да, Настя счастливая, заблойная. Плавать все. Я радуюсь. Короче, девочки, иду домой. Все, я там потела пока в этом самом автобусе. Уже на голове черти что творится. В общем, жарко, душно, неприятно. И я решила, пока в фикс-прайсе не разобрали вот эти шляпки, решила забежать и купить все-таки. Пусть она у меня будет. А то разберут, когда понадобится, вдруг ее не будет. А так она у меня будет в наличии. Если понадобится, я ее раз оденусь. Вот такая шляпочка. Что скажете мне? Нормально в ней? Ну, волосики надо, конечно, уложить. Ну, так вроде бы ничего, мне кажется. Ничего страшного. Если прям припрет, и одену, и пойду. Куда оденусь? В общем, девочки, пришла домой, примерила шляпку. Шляпка на мне сидит хорошо. Большие поля будут хотя бы прикрывать шею, плечи. Вот это вот. И выбрала специально такой нейтральный цвет, чтобы он мог подойти подо все. Потому что я же не только в этом сарафане, может быть, еще что-то одену. Не стала брать никакой там ни розовый, ни зеленый, ни серый, ни бежевый. Ну, белый тоже не стала брать, потому что белые марки сильно будут пачкаться. Вот. В общем, такая вот шляпендра. Вот такая вот она. Сзади завязочки. Пальмочка тут нарисован. Розовый фламинго. Вот. И все. В общем, взяла и все. Пускай она у меня будет. 249 рублей стоит. В общем, девочки, пока я там прошлась, я пришла домой. Здесь прохладненько, хорошо. Сплит я не выключала. Он у меня до сих пор работает. Но я вся липкая. Сейчас я водички чуть-чуть нагрею. В прохладной, а может быть, и прохладной скупаюсь. Короче, я полоснусь, лягу, включу телевизор и больше ничего не буду сегодня делать. Все. Увидимся утром. Продолжим наш влог уже завтра. Всем доброе утро, девочки мои. На улице жара начинается уже. 9 часов, а я уже сплит включаю. Там пока 28. Но по телевизору только что сказали, что будет ближайшие 3 дня. У нас до 40. Представляете, какая жара. Это жесть. Вовремя я купила шапочку. Вот что я хочу сказать. Девочки, смотрите, чем я с утра тут занимаюсь. Вот это художество. Хочу вам сказать. В принципе, картинку рисовать как бы и ничего. Вроде бы как и интересно. Но тут такие мелкие цифры. Я не знаю. Первый раз картинку я взяла себе рисовать. И вот я смотрю, здесь такие мелкие цифры. Я уже тут с лупой разглядываю. На вот эту картинку подглядываю. Хорошо, что это подсказка есть. Ну, в общем, сложно. То ли я выбрала такой рисунок, вот этот вот пейзаж, и с такими меленькими-меленькими циферками. Некоторые циферки я даже с лупой, и в очках, и с лупой не могу разглядеть. В общем, придется включать фантазию и, в общем, рисовать, ваять. Вот такая вот картинка у меня должна в результате получиться. Вот такой пейзажик. В общем, короче говоря, не знаю, художник с меня еще тот. Ну, может, что-нибудь и получится. Ну, сижу, рисую, смотрю телевизор. Устроила себе такой выходной. В общем, девочки, сегодня снимать ничего не планировала, но хочу сказать несколько слов по поводу картины и рисования. Ну, я знаю, что некоторым людям нравится вот это вот по картинкам, по циферкам картинки вот эти вот рисовать. Но хочу вам сказать, что самое главное, в общем, минус в этом, это то, что нужно, я не знаю, какое-то 100% иметь зрение. Не знаю, может быть, я картинку, но с другой стороны, вот пейзаж, там было много разных пейзажей, я думаю, там такая же, в общем-то, катавасия с этими цифрами. Цифры я не могу разглядеть, мне приходится рисовать вот так вот в очках, вот так вот с лупой и с кисточкой. И даже некоторые маленькие такие моментики, там есть такие островки, где циферку разглядеть не могу. Я тогда беру эту картинку, пытаюсь тут найти, в этом многочисленном количестве цифр. Ну, в общем, в этом есть такое некое неудобство. Но, тем не менее, я все-таки хочу постараться эту картинку закончить. Мне бы хотелось увидеть результат и уже потом, как бы сказать, когда я закончу уже эту картину в результате, я хочу потом сделать какие-то свои выводы и понять, вообще нравится мне это или не нравится в принципе занятие. С другой стороны, если потом я буду картинку выбирать, я уже буду смотреть на саму картинку, если там вот такие вот маленькие цифрки, их так вот много всякие разные, то, может быть, я буду выбирать что-нибудь другое, ну, подходящее моему зрению. У меня, честно говоря, очки вот для чтения здесь плюс один с половиной всего-то навсего, да. Но, тем не менее, взять очки и взять лупу вместе с лупой, если не могу я разглядеть, ну, это уже плохо. Это уже я не учла такой момент, но, честно говоря, в рисовании, я вообще рисованием не занималась никогда, но только в школе, там, не знаю, на уроке рисования, там, в детстве, я, может быть, что-то там как-то там пыталась рисовать. Кисточками, ну, не кисточками, да я даже карандашами нормально, в общем, ничего рисовать не умею. Поэтому хочу сказать, что, ну, мне, наверное, всё-таки, вот лично для меня, наверное, удобнее было бы рисовать алмазную вышивку, потому что там, во-первых, есть в контуре уже цвет, и ещё циферка стоит в квадратике, и там чётенько квадратики заполняешь. Для меня, как для человека, который любит точность, я люблю цифры, люблю математику. Вот у меня в школе, скажем так, с алгеброй, с геометрией и с черчением было всё прекрасно. Вот там, где нужно было уже что-то там придумывать, какой-то ваять, в общем, другие предметы, где нету точности, уже было посложнее. Поэтому черчение 5, а рисование 4. Вот так, да? Вот, так что, ну вот, буду сейчас сидеть, смотреть телевизор. Я решила сегодня отдохнуть. На улице 40 градусов, обещают, ближайшие 3 дня. Это же вообще какой-то кошмар. Я сейчас услышала, это новости местные наши, донские. Ну, что хочу сказать. Вот они говорят, одевайте головной убор, не находитесь долго на открытом солнце, там воду с собой берите. Ну, воду я уже с собой беру, а шляпку я всё-таки купила вчера. Наверное, не зря придётся мне сегодня в садик идти за Настей в шляпке. И чтобы кто бы ни говорил, мне всё равно. Мне самое главное, чтобы мне было комфортно и чтобы мне плохо там не стало. Я больше всего за здоровье своё переживаю. Я думаю, переживут прохожие, если кто увидит меня в шляпке. Хотя я вижу, что некоторые там женщины ходят в шляпках, но лично я вот как-то не разглядываю, кто в чём ходит, мне всё равно. Вот, так что, если кому-то моя шляпка не понравилась, ну уж извините. Уж извините. Тут уже, знаете, не до красоты. Вот. Ну, я сейчас встала, позавтракала. Я, в общем-то, рано сегодня проснулась. В 4 часа утра просыпаться мне нравится, потому что свежо ещё. Пока там кофе попьёшь, траля-ля. И, в общем, короче говоря, с утра села, окно тут открыло. Пока свежо, в общем, хорошо посидеть, послушать щебет птичек, тишину вот эту вот и порисовать. Ну, сейчас я буду поглядывать, так, телевизор. Я одним глазом поглядываю, даже не поглядываю, я так больше слушаю, что там. Вот. И хочу сегодня просто позаниматься творчеством, лично для себя время уделить. Поэтому ничего делать сегодня не буду. Готовить ничего, в общем-то, особо не собираюсь. Ну, что-нибудь по-быстрому поем. И всё. Вечером за Настей в садик и Настю приведу сюда. Но если что-то будет интересно, я что-нибудь вам сниму. А сейчас я продолжу своё творчество. Буду продолжать рисовать, девочки. В общем, девочки, всё, что мне удалось сегодня нарисовать, это вот так вот как-то выглядит. Ну, ещё надо будет там самые мелкие остались, самые меленькие-меленькие точечки остались. Кропотливая работа. Но на сегодня хватит, я думаю. Продолжу уже в другой раз. Ну, вот, девочки, я одела шляпку и иду в шляпки. Ой, на улице горячий воздух. На улице 38 градусов. А дома у меня хорошо. Сплит работает. Я поддерживаю температуру 25-26. Фух, вышла. Как будто рыбу выбросили на берег. Себя чувствую так. Вот. Ну, хоть меня шапочка спасает от солнца уже. Я чувствую, солнышко там сзади припекает. Да и всё равно. Кому нравится, кому не нравится. Терпимая красавица, как говорится. Пусть не смотрят, кому не нравится. Фух. Короче, надо нас всё забирать и топать домой. Включим что-нибудь. Малефисенту мы вторую часть ещё не смотрели. Лучше дома посмотрим. Возьмём каких-нибудь вкусняшек. Сейчас черешню покушаем. Ой, невозможно девочки вдыхать. Ну, мы не такие одни. Пусть их сейчас там тяжело. Вот эта неделя, надо пережить её. Хотя лето ещё впереди. И ещё... Жара ещё будет. Ещё в июле, в августе будет точно жар. Фух. Ну, ничего, нормально мне в шляпке, я вам хочу сказать. По крайней мере, главное, чтобы мне было хорошо и комфортно. Чтоб солнышко не припекало. Но шляпки лучше, чем без шляпки. Фух. Смешно, да? Я как на пляже угляжу. Но ничего, нормально. У нас южный регион. Можно сказать, что пляж неподалёку. Всем привет! Всем привет! Всё, идём и топаем с Настей домой. Бабушка идёт, еле дышит. Да. Мне хочется поесть. сладенько. Ну, сейчас что-нибудь вкусненькое. Бабушка, знаешь, через время что-нибудь вкусненькое покупаешь. Просто, ну, такая погода, что хочется. Ага. Что-нибудь вкусненького хочется, да? Да. Так, ладно. Нам надо сейчас зайти куда-куда. Куда? Куда. Цветочки. Это что у нас? Василёчки. Цветочки и Василёчки. Кстати, говоря, я иду в шляп, и никто вообще не обращает внимания на то, что я в шляпе. Как будто так и надо, как будто прямо, как будто так и надо. Девочки, я смотрю, идёт впереди меня женщина и тоже в шляпе. Тоже шляпа такого же фасона, только там цветочки сзади. Так что я не одна в таком головном горе. Всё нормально. Ой, воображуля. Ой, воображуля. ты, да, я тебя снимаю. Всё. Идём дальше. Потихонечку вышли вот это вот место по аллеечке пройтись. по солнцу не идти. Ой, хорошая лечка такая, теневая. Девочки, шли мы из садика, купили малину, внучка малину захотела. Вот такой стаканчик стоит 150 рублей. Ну, может быть, где-то дешевле стоит, но у нас так. Ну, взяла, ничего страшного. И взяла ещё черешню. Черешня от 100 рублей до 300 рублей. Ну, я беру такую, которая сладкая, крупная, потому что я взяла подешевле, та даже не сладкая была и не вкусная. Доброе утро, девочки мои. Что у нас на улице? На улице у нас как-то так пасмурно, я смотрю. А по прогнозу у нас уже целый час должен идти дождь. Ну, как бы небольшой дождик, но я его совсем не наблюдаю, ни одной капельки, нигде нету. Видимо, он где-то высох по дороге. Это дождик. Ну, вот так, наверное, пройдёт всё. Но днём всё равно будет солнце, будет жара и будет выше 30 градусов. Всем ещё раз доброе утро, девочки мои. В общем, короче говоря, сегодня у меня свободный день. Не знаю, хватит ли у меня терпения закончить эту картину. Ну, вот в общем, в общем целом, вот так пока вырисовывается. Ну, конечно, художество моё, оно далеко от идеала. Я смотрю, здесь вроде как более симпатично выглядит. Ну, посмотрим. Посмотрим, в итоге, что выйдет. Я боюсь, что сегодня я это завершить не смогу. Вообще, я хотела вам в этом видео показать сразу всю картину от начала до конца. но у меня осталась самая такая рутинная работа. Это вот, где вот эта мелкота, где вот это нужно вот прям сидеть вот так вот вот и прямо с лупой и с кисточкой рисовать, потому что вот эти мелкие циферки, где-то что-то я даже и цифрок не вижу, и мне нужно будет смотреть вот в этот оригинал. Здесь более чётко цифры видны. И, в общем, такая вот рутина, рутина. Вот, рутина и всё. тем более кисточка вот эта, которая здесь дана, она на конце не очень-то и остренькая. И вот самая мелкота вот эта осталась. Вот даже нужно ещё поострее кисточку было бы, если бы она поострее, было бы лучше. Ну и тем не менее, в общем, что есть, то есть. В наборе то, что было, тем и пользуюсь. Вот. Ну, сейчас чуть-чуть ещё порисую, не знаю. Я вчера, кстати говоря, посидела, у меня устала уже спина, но я вчера ещё как-то этого не чувствовала. Сегодня утром проснулась, да и вечером уже чувствовала. И спина уже болит, и колени болят, согнуты колени целый день. В общем, я долго сидеть не могу, мне это тяжело. Поэтому я сегодня напрягаться сильно не буду, буду по чуть-чуть, может быть, чуть-чуть сегодня, может быть, чуть-чуть завтра. Но в итоге вы уже в другом видео увидите завершение этой картины. Я хочу её всё-таки завершить. Хоть не всё в ней меня устраивает, именно вот эта вот мелкота, то, что ещё глаза устают, лупа и все эти дела. Вот, напишите мне, пожалуйста, в комментариях, кто картины такие писал. Все ли картины, вот именно, что касается пейзажей, потому что я люблю пейзажи и цветы рисовать, да, ну, как бы вот вообще делай. Там, где вот эти дома, ну, хотя там тоже мелкие детали вот эти есть. Но если брать вот эти вот какие-то узоры, ну, узоры, это не так мне интересно делать. В общем, что касается вот пейзажей, там, цветов, там, это везде вот такие вот меленькие цифры, меленькие вот эти вот детальки, которые с моим, например, зрением трудно разглядеть. Если это так, то, наверное, всё-таки буду я алмазную тогда вышивку искать и делать алмазную вышивку, а картинами этими заниматься, может быть, и не буду больше. Потому что, ну, вот именно из-за этого вот мелкого, то, что это вот очки, вот это всё, это как-то мне не очень-то удобно. Мало того, что очки, алмаз я тоже в очках делала, но ещё и с лупой вот это разглядывать, это, конечно, тяжело мне. Вот, значит, значит, видимо, это не моё. Ну, и что я вам хочу сказать, девочки, мне видео пора это заканчивать, потому что у меня сегодня новых событий никаких не будет, я сегодня дома, сегодня я без Насти, без никого, и при том не очень хорошо себя чувствую, помимо того, что тут вот это всё разболелось, ещё вот эта жара, духота, сейчас пока что утро, я открыла дверь сейчас, у меня открыты два, две форточки, и пока что немножечко гуляет ветер, свеженький, ещё ничего. Но потом, когда я включу сплит, уже не очень хорошо, конечно, свежо, но не очень люблю, я, честно говоря, этот сплит, но лучше, конечно, с ним, чем без него, но просто я люблю, когда немножко ветерочек гуляет, когда вот окно открыто, воздух поступает свежий, вот, и в итоге, видео у меня уже, вот это получилось очень длинное, мне пора его заканчивать, потому что я ещё с ним просижу, полдня, наверное, не знаю, может быть сегодня, может быть завтра, посмотрим. В общем, короче говоря, девочки, хочу с вами попрощаться, на этом видео закончить, увидимся в следующем видео, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь, кто не подписан, и в общем, до новых встреч, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok